В Оренбургской области начал работу окружной агропромышленный форум «Приволжский день поля-2014». В его работе принимает участие и официальная делегация «Чувашия», которую возглавляет Михаил Игнатьев. Из Оренбургской области наш корреспондент. Сельхозкультуры, которые уже давно прижились в регионах Поволжья, есть селекционные новинки – препараты для защиты растений и современная техника. На то, чтобы подробно изучить выставку достижений агроотрасли, а это десятки экспозиций, многим гостям Приволжского дня поля не хватало и двух часов. В этом году окружной форум проходит с размахом. Сюда, в Оренбург, приехали представители передовых сельхозпредприятий и заводов по производству техники со всех субъектов ПФО. Павильоны расположились на территории местного учхоза в 15 километрах от областной столицы. На протяжении трех дней здесь презентовали оборудование и продукцию, а эксперты и чиновники обсуждали актуальные проблемы. Ключевая тема этого форума – развитие агропромышленного комплекса. Сейчас в регионах строят планы на ближайшие годы и расписывают стратегии на перспективу. Все хозяйства сейчас заинтересованы в модернизации автопарка. Но на что сделать ставку? На окружном дне поля свое оборудование презентовали иностранные компании, и российские производители. Сейчас кондиционерам в кабине трактора никого не удивишь. На эту выставку привезли и агрегаты для упаковки сена, и универсальные опрыскиватели, и комбайны, которые очищают зерно сразу после уборки. Вообще, отметил полномочный представитель президента России, и за последние годы в агроотрасли произошли глобальные перемены. Причем это чувствуют на себе и рядовые труженики. И те показатели, которые мы показываем в сельхозпроизводстве, и самое главное, те подходы, которые сегодня реализуются в российском селе, в наших регионах, они принципиально отличаются еще от того, что буквально было 5-7 лет назад. Появилась новая техника. Вот сегодня правильно сказал Владимир Дмитриевич Волков, что с Мордовии пришла техника прямо с полей. То есть здесь нет никаких показужных образцов. Здесь все то, что работает реально в поле, то, чем сегодня обладают и располагают наши сельхозпроизводители. Но много сегодня говорили и о проблемах. Ощущается нехватка молодых специалистов на селе. Уже который год угрожает аграриям и засушливая погода. На рабочей встрече с федеральным министром сельского хозяйства об этом рассказывали главы регионов и руководители предприятий. Большая часть совещания проходила за закрытыми дверями на своем вступительном слове. Министр сельского хозяйства отметил, что сейчас на потребительском рынке товары российских сельхозпроизводителей ничем не уступают импортам. Это говорит о том, что отечественный агропром развивается в правильном направлении. Медриковалев и Александр Петров. Республика. Из Оренбургской области.